Здравствуйте дорогие друзья! Вы сегодня снова на моем канале Европейская Психиатрия. Меня зовут доктор София Роттермель и сегодня мы с вами обсуждаем такую тему как галлоперидол. Я уже представляю, что многие удивятся, потому что галлоперидол медикамент совершенно не новый. На сегодняшний день существуют уже другие антипсихотические средства с меньшими побочными эффектами. Но так как галлоперидол все-таки широко еще применяется в странах СНГ, в Германии он применяется в острых ситуациях, то все-таки я решила остановиться на этой теме. Здесь мне также хочется подчеркнуть, что название нейролептики уже давным-давно не употребляется. Это название некорректное, правильное название это антипсихотические средства или антипсихотики. Оставайтесь со мной на канале и вы узнаете много нового! Галлоперидол был допущен к клиническому применению в 1968 году. До этого было тоже несколько антипсихотических средств, которые сейчас уже не применяются. Затем в 70-х годах появился еще клозапин, и остальные антипсихотические средства были разработаны уже в 90-х годах. Поэтому долгое время галлоперидол оставался практически единственным высокоэффективным антипсихотическим средством. К сожалению, в начале дозировка галлоперидола была достаточно высокой, то есть пациентам назначали до 30 или 40 мг галлоперидола в день. Это огромная дозировка, которую сейчас уже нам сложно представить в современной клинической практике. Сейчас в научных исследованиях доказано, что при дозе 5 мг в день уже практически все дофаминовые рецепторы заняты. И сейчас доза рекомендуется до 10 мг в день. На сегодняшний день принята теория, что психоз вызывается избытком дофамина в мезолимбической системе. Это как раз ведет к возникновению таких симптомов психоза, как бред и галлюцинации. При психозе присутствует также недостаток дофамина в лобных долях. Этим обуславливается негативная симптоматика. Как раз галлоперидол блокирует дофаминовые рецепторы и этим оказывает положительное влияние при психотических состояниях. Давайте же рассмотрим, при каких заболеваниях, при каких состояниях назначается галлоперидол. В первую очередь это психоз и шизофрения. Шизофрения это рецидивирующиеся, повторяющиеся психозы, либо психоз, который длится определенное количество времени. Также галлоперидол применяется при острой мании. Кроме того, применяется при органических психозах. Сюда же относятся делирии, например, алкогольные делирии. И также применяется при острых психомоторных возбуждениях. В данном случае здесь речь идет о синдромологическом лечении, то есть лечим симптомы. Раньше галлоперидол также применялся для лечения тиков и тошноты и рвоты. Но в настоящее время для лечения тошноты и рвоты уже достаточно других, более современных средств. Поэтому все-таки для таких заболеваний, для таких симптомов я бы галлоперидол все-таки из-за побочных эффектов не применяла. Что касается дозировки и пути введения. В настоящее время рекомендуется дозировка галлоперидола не более 8 мг в день. Ну вот в клинической практике могу вам сказать, я встречала не более 10 мг в день. Но 10 мг в день это уже очень острое состояние, либо очень острая мания, острый психоз. Обычно такая доза разбивается на 2 по 5 мг в день. Ну можно конечно и за один раз принять 10 мг. Что касается пути введения. Существуют такие формы, как таблетки, существуют капли и существует раствор для инъекций. Здесь пожалуйста, пожалуйста, самое главное, что я вам хочу сказать, особенно это касается врачей. В Америке, например, сейчас уже запрещено внутривенное введение галлоперидола. Из-за большого риска сердечно-сосудистых осложнений, аритмии, из-за риска внезапной сердечной смерти. В Германии пока еще внутривенное введение разрешено, но только в условиях интенсивной терапии. Если ваш пациент находится в реанимации, он подключен к приборам, где вы можете контролировать точно и пульс, и давление, то есть все витальные параметры, тогда допустимо введение галлоперидола внутривенно. Во всех же остальных случаях, как это часто бывает, это либо неотложная ситуация где-то даже дома у пациента, в случае, например, выезда скорой помощи. Это может быть также в отделении психиатрическом, где нет возможности контроля витальных параметров. Тогда только внутримышечное введение. Это очень важно. Иногда я читаю о том, что галлоперидол вводится каждые 2 часа, каждые 4 часа. В этом нет никакой необходимости, потому что период полуведения галлоперидола из организма составляет примерно 21-24 часа. Поэтому, в принципе, 2 раза в день введения галлоперидола достаточно. Он действует. В острых же отделениях я также видела, когда галлоперидол вводится 1 раз в день в достаточной дозировке. И, в принципе, он действует 24 часа. Какие побочные эффекты может вызывать галлоперидол? Ну, в первую очередь, это так называемые экстрапирамидные расстройства. Что это значит на обычном языке? Дело в том, что дофаминовые рецепторы, это как раз то вещество, на которое действует галлоперидол, эти рецепторы находятся в разных участках головного мозга. Они не сосредоточены только в одном месте. И вот как раз в одних участках головного мозга действие галлоперидола желательно. То есть, это уменьшение симптомов психоза, бреда и галлюцинаций. А в других участках мозга это действие нежелательно и вызывает побочные эффекты. И вот как раз дофамин отвечает также за двигательную активность. Поэтому побочные эффекты это также нарушение двигательной активности. Какие же нарушения двигательной активности могут быть под влиянием галлоперидола? Это такие расстройства, как ранние дискинезии, паркинсонизм, поздние дискинезии и акатизия. Давайте их рассмотрим более подробно. К ранним дискинезиям относятся такие побочные действия, например, как непроизвольные движения лицевой мускулатуры, языка жевательной мускулатуры. Такие побочные эффекты наступают обычно в самом начале лечения. Это первая-вторая неделя обычно. Если дозу галлоперидола очень резко подняли. Либо уже в процессе лечения, также когда человек принимал одну дозу галлоперидола и она была резко увеличена. Для профилактики таких побочных эффектов используется другой препарат, который называется бипериден или акинитон. Он так называется в Германии. И он как раз препятствует возникновению таких побочных действий. В Германии во многих клиниках, если назначается галлоперидол в острой ситуации, то другой препарат бипериден назначается просто автоматически. То есть для того, чтобы человек под влиянием препарата не прекратил лечение, не бросил лечение. Потому что лечение в острых ситуациях необходимо. Но вот именно если человек испытывает такие побочные эффекты и они значительно выражены, то есть высокий риск, что человек потом и ко всем антипсихотическим средствам будет относиться скептически. И данное лечение тоже прервет. Поэтому все-таки лучше сразу назначать вот этот вот бипериден или акинитон. Второе побочное действие, которое может наблюдаться, оно возникает уже через какое-то время. Это 3-4 недели после регулярного приема галлоперидола. Это паркинсоноид. То есть само слово говорит за себя. То есть это имитация болезни Паркинсона, когда у человека возникает походка с мелкими шагами в таком согнутом состоянии, когда повышается мышечный тонус, нарушается мимика. Тоже достаточно неприятное осложнение. О нем обязательно нужно сообщать врачу. Также может возникать акатизия. Акатизия это двигательное беспокойство. Когда пациент не может сидеть на одном месте или не может стоять на одном месте, нужно постоянно двигаться, постоянно ходить. Что же делать, если возникли 3 вышеперечисленных побочных эффекта? Ну, вначале нужно уменьшить дозу. То есть доза должна быть действующей. То есть это минимально действующая доза. Но та доза, которая все-таки еще не вызывает побочных эффектов. То есть этот порог для побочных эффектов, он еще не достигается. И второе, если все-таки побочные эффекты присутствуют, уже независимо от дозировки, то необходима смена препарата на препарат более позднего поколения с менее выраженными побочными эффектами. Сейчас существует множество препаратов, которые такие же эффективные, как галлоперидол, но имеют значительно меньше побочных эффектов. К ним относятся, например, такие как рисперидон, такие препараты как олэнзапин, такие препараты как абилифай и другие. В общем-то их множество. Я здесь не собираюсь рекламировать какой-то определенный препарат. Просто чтобы вы были информированы о том, что возможности все-таки есть. Со временем при длительном приеме галлоперидола могут наблюдаться и так называемые поздние дискинезии. Это чаще всего непроизвольные движения в области лица. Это может быть высовывание языка, гримасничание, это может быть чавканье, движение нижней челюсти по горизонтальной оси. Также иногда бывает у пациентов нарушение оси тела. Я нередко видела, что пациенты, которые еще с 80-х, с 90-х годов получали галлоперидол регулярно, они приходят на прием в таком скрюченном, полусогнутом состоянии. Здесь в области лица наблюдается постоянное движение, чавканье, капает слюна. То есть, конечно, картина ужасная, картина неблаговидная. Поэтому все-таки для длительного применения галлоперидола нужно взвесить очень хорошо все за и против. Также галлоперидол начинает со временем действовать на переднюю долю гипофиза, на выработку пролактина. И поэтому нередко у людей, которые принимают годами галлоперидол, наблюдается увеличение пролактина в крови и таким образом гинекомастия. То есть, наблюдается увеличение молочных желез, как у женщин, так, к сожалению, и у мужчин. С этим связано также снижение сексуальной функции. Кроме того, галлоперидол иногда ведет к возникновению депрессии. Также применение галлоперидола ограничено у людей с нарушениями ритма сердца. Назначение галлоперидола может ввести также к увеличению риска внезапной сердечной смерти. В любом случае у людей с любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями также до назначения галлоперидола необходимо взвесить все «за» и «против» и провести кардиологическое обследование. Часто пациенты задают вопросы, может ли быть то или иное побочное действие, связанное именно с применением галлоперидола. Вы знаете, в медицине возможно все, особенно когда вы читаете длиннейшие аннотации побочных действий к любому медикаменту. Здесь, наверное, еще нет такого побочного действия, которое не было бы когда-то перечислено. Но здесь также нужно дифференцировать все симптомы, которые перечисляют пациенты. Связаны ли они с назначаемыми медикаментами, в данном случае с галлоперидолом, или это симптом основного заболевания, например, шизофрении. Потому что если рассматривать апатию, то это может быть, конечно, побочное действие галлоперидола, в то же время это может быть негативная симптоматика при шизофрении. То же самое касается сексуальной дисфункции. Это может быть побочное действие медикаментов, это может быть также проявление основного заболевания. Ну, что вам сказать по поводу галлоперидола в целом? Галлоперидол до сих пор остается незаменимым медикаментом в острой психиатрии, и в Европе тоже. Если у пациента острое психомоторное возбуждение, если у пациента присутствует острый психоз, острая мания, то это всегда препарат выбора. В то же время для длительного применения я бы все-таки галлоперидол не рекомендовала, потому что в настоящее время достаточно медикаментов с меньшими побочными эффектами, также в виде Депо, например, которые здесь можно рекомендовать, и которые пациент может принимать годами без каких-то серьезных побочных эффектов, или не с такими побочными выраженными эффектами, как у галлоперидола. Поэтому все-таки, если у вас есть возможность, если в вашем городе, если в вашей стране применяются другие медикаменты для длительного приема, то все-таки лучше старайтесь принимать их. Итак, мы сегодня поговорили о галлоперидоле. В следующих видео я буду постепенно рассказывать о более новых антипсихотических средствах. Поэтому оставайтесь со мной на канале, ставьте лайки, подписывайтесь, и до следующего раза!